том 7 глава 55 читаем били бета том 7 глава 55 надо сначала поверь проверить предыдущую до предыдущая пирогиня встречается с освальдом который все-таки нет вы дожди следующая глава это вот это да вот вот в этой до битва за алама пирогиня с американка с японскими корнями на экскурсии с ней связывается били бет с паранормальщиной всякой связывается здесь наш детектив вроде как наш детектив базарит с освальдом но подожди это не освальд это похоже на освальда чел похожий на освальда чел которые готовят всякую хрень вот и мать пересекается во время употребления golden колы в техасском книгохранилище книгохранилище техасского университета это место откуда как я полагаю будет совершено покушение на кеннеди это манекен смысле манекен ничего не понимаю она натыкается собственно на освальда вот собирает крышечки на поездку в японию потому что судя по всему и надо в японию вот тут самый фотографичный кадр ну и собственно вот она на этом мы закончили кто следил кто следил тот молодец кто не следил тому сочувствую устраивайся поудобнее манга били бет манекены которые готовили курсу похожие на освальда а в этом смысле да 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 фейк освальда ну типа это типа освальды 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 они типа очень одинаковые поэтому их даже путали между собой работодатели всякие разные на рандомные люди которые не чтобы чтобы понять что это не освальд надо просто будет смотреть глаза в глаза и сравнивать что они чуть-чуть отличаются подозрительные звуки из-за забора выглядывание из-за забора делает вид что у него оружие так ты хрен прицелишься и хрен выстрелишь есть это собственно курсу разные челы разные челы на курсу высматривают позиции для говниния есть текса скул бук депозитори выискать книгах книга хранилища текасского университета находят разные шутин позиции ну как проверка закончена голова пятьдесят шестая последний кролик ваше имя сколько раз вам повторять освальд все все успокойтесь так значит мистер освальд вы тот самый освальд который на рынке поддержанных машин утверждал что советские машины самые лучшие и начал из-за этого драку нет тогда вы освальд тогда вы тот освальд что распространял листовки с надписью да здравствует кастро в новом орлеоне нет значит вы тот освальд который ворвался советское посольство в мехико сити требуя иммиграции на кубу нет вы мне не доверяете ясно ясно ай нет это был не я я ничего не сделал другой освальд был посажен вот оно как все эти марионетки все эти марионетки исчезли это а не подожди это он говорит все эти марионетки исчезли и тогда остался лишь один кролик освальд и они повесили все на него ясно даже мне автору эта история кажется странная однако она неплохо я автор или же я действую по указке этой мыши ладно как бы ее продолжил все марионетки пропали остался лишь один кролик освальд и он в конце концов стал главным подозреваемым в убийстве он должен доказать свою невиновность и так первое заседание комитета по расследованию объявляется открытым 36 президент шлет вам всем привет господа прошел месяц со дня смерти бывшего президента и всего лишь год как миновал кубинский ракетный кризис сейчас мы на пике холодной войны в настоящее время некоторые граждане распространяют слухи что президента убили убили хрущев или кастро если начнется третья мировая война и советский союз нанесет удар всего за час погибнут 39 миллионов американцев все в шоке самое важное сейчас сохранить стабильность правительства сша и избежать войны убийца известен это освальд людей нужно убедить что он действовал один какого были его мотивы тут будет много гипотез я хотел бы чтобы вы все не обращали на них внимание боже немыслимая история не только сам национальный следственный комитет но образ их действий неважно что это за заговор все свалят на освальда история подходит к концу кто там это я смит открывай скорее почему так неожиданно могли бы и позвонить открывается дверь залетает как как чердила захлопывает за собой дверь в чем дело случилось что-то пока ничего но вот-вот случится парад президента кеннеди пройдет в далласе а но вы же сказали по телефону что убедили его отложить их отложить его наш противник слишком крупная шишка человеку моего уровня с ним не совладать при нынешнем раскладе президент будет убит прямо как в твоем комиксе так где моя dramatic chipmunk music да кто черт возьми может сотворить такое как говорил из твоей манги цру фбр армия и торговцы оружием объединились с мафией и пытаются использовать для убийства президента измененную версию плана покушения на кастро но ведь это же государственный переворот именно собирайся мы уезжаем а если это государственный переворот то твоя жизнь тоже в опасности ты слишком близко подобрался к освальду запихивать запихивать все вещи куда вы планируете ехать ты отправляешься в японию мне нет денег на такую поездку ты говорил что можно выиграть поездку за десять крышечек голден колоний так ли сейчас не время для шуток вы едете в даллас да я с вами это лишь усугубить ситуацию освальд которому ты так близко подобрался переехал в даллас захлопнулась дверь тем больше у меня причин ехать с вами я тоже поеду в даллас и остановлю освальда топ 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 он послушает меня топ топ если он тебя слушается то почему он в далласе разумно разумно идем отсюда такое драматическое бегство обычно только в комиксах увидишь да сейчас все происходит как в твоем комиксе может и не похоже на я большой поклонник твое творчество я жду нового выпуска били бета от кивина я богат и с большим нетерпением чем кто-либо если с тобой что-нибудь стучится я больше не смогу его читать новый выпуск и в него выстрелили смит сан откуда беги живо убирайся отсюда я не могу просто оставить вас здесь забудь что я говорил при таком моем состоянии у тебя нет выбора кроме выбора кроме как бежать не джай в даллас и не дай ему бить президента быстрее уходи и поскорее доделай нам выпуск били бета шевелись он начал бежать так что я должен делать короче пока ты тут все в ажуре ага можно выиграть путешествие в японию за десять крышечек голден колы думаешь и правда можно выиграть конечно похоже все готовятся к президентскому параду кажись так он пройдет прямо перед этим зданием не это будет улицы дальше держу пари там яблоку будет негде упасть ну пока ты тут все в ажуре верно пьют голден колы пробуют капитализм на вкус проникаются им даллас 22 ноября 1963 года серая собака тоже едешь в нью-йорк по важному делу нью-йорк 8 30 утра знаешь никто тебя не осудит если останешься в далласе в такой день точно домой возвращаешься или в гости едешь домой еду и что же привело такую молоденькую особу в даллас я хотела тут кое-кого найти кое-кого ну и как нашла нет да и разве могла его найти не знаю как он выглядит неизвестно ли что он автор комиксов и американец японского происхождения иногда почему бы тебе не задержаться в городе еще на денек даже я с радостью бы остался но кто спрашивает жалкого каме-воезжора как-никак джеки приезжает джеки? я? ха-ха-ха-ха-ха-ха тебя значит тоже джеки зовут какое совпадение но та джеки приезжает с мужем разыскивается по обвинению в государственные изменениях against the united states подожди а почему почему кеннеди разыскивается что почему почему это типа он типа считается этим русским шпионом или что но тут написано united states activities ха-ха президент кеннеди он приезжает в даллас да со своей женой жаклин и пока мы с тобой разговариваем его самолет наверное уже приземлился в форт уорте ты только посмотри на эту листовку пишут что президента разыскивают за государственную измену а это листовка пропагандистская господи как находчиво я даже я даже я просто в шоке сразу стал вот это они умеют привлекать внимание а инициатором выступила некая правая фанатичная организация из техаса ух ты значит президент кеннеди проедет по городу да но тебе его вблизи вряд ли увидеть удастся да уж президентский кортеж проедет по улицам но я бы хотел посмотреть вблизи именно на джеки ха 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 так я передумала дяденька водитель я выхожу передавай от меня привет джеки но знаю но знаешь я рад уже из за того что повстречал другую джеки тебя спасибо где же тут можно билет сдать и это кевин пролетел мимо от собака ай извините ой больно же ха 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 голова пятьдесят седьмая торжественный проезд президента форт ворд девять часов утра даже не знаю что такое форт ворд что-то подозрительное что происходит запланированная встреча а подожди это же наш братишка да что происходит запланированная встреча за завтраком должна была начаться еще полчаса назад говорят нет это другой чел у него другой нос да это что происходит запланированная встреча за завтраком должна была начаться еще полчаса назад говорят на парковке президента окружили фанаты любит же он зрелище устраивать представляю сколько головной боли от секрет он секретной службе доставляет как считаешь тони эм тут шум гам а вот и он друзья позвольте вам представить президента соединенных штатов джона джон кеннеди вот он а вот и женщина которую вы все ждали миссис жаклин кеннеди я а что жаклин кеннеди это типа жена кеннеди она была ультра популярна среди населения я ничего такого не знаю джон два года назад в приветственной речи в париже я представился человеком сопровождающим миссис кеннеди в париж разъезжая по техаса джон я ощущаю примерно то за freshly Year никто и не доgebился что линдон и я носим ха 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 хаха Хм, тогда позвоню жене. Она сказала, что пойдет смотреть. Катаются. Это руководитель даловского филиала компании Голден Кула. О-о-о! Го... Господин президент, для меня огромная честь познакомиться с вами. Я руководитель даловского филиала компании Голден Кула, Тони Гудман. В следующей предвыборной кампании мне непримерно понадобится поддержка Голден Кула. Надеюсь, я могу на вас рассчитывать, Тони. Они на полном серьезе, просто такие, типа, все благоговеют перед ним, а он такой, типа, мне нужны от вас донаты. И они ему закидывают донаты. Господи, я понял. Кеннеди это как стример. Это же просто стример. Ребята, на следующей... На следующей трансляции... Кинг... Да, у меня, правда, на стриме только King of Jugglers. И он неадекват. Что делать? До тебя доберется, солонекрозис забанит. Я все сказал. Спамер. Конечно, сэр. Я наконец-то с ним поговорил. Это правда, Диана. Я только что разговаривал с самим президентом и пожал ему руку. Ни за что не угадаешь, что он сказал. Мне понадобится поддержка Голден Кула. Надеюсь, я могу на вас рассчитывать, Тони. Успокойся, Тони. Диана, я не зря приехал в Техас. И на протяжении трех лет работал как проклятый, чтобы Голден Кула стала крупной компанией. Мне кажется, нас... Нас за все вознаградили сполна. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь, Тони? Что? А, да, Диана, ты вроде собиралась смотреть торжественный пресс президента. Так вот, маршрут изменился. Да, внесли изменения ни с того, ни с сего. Президентский кортеж поедет не по Мейнстрит, а по Элмстрит. Да, по Элмстрит. Десять часов утра. Угу, здесь сидим. Бежит. Смотрит все эти места, где могут быть... Где может быть стрельба. Все смотрит. Все чекает. Увидел книгохранилище. Техасское. Здесь он такой, типа... В шоке был. И ему... О, это же Диана. Осторожно. И машина такая резко. Вылетела, как чертила из-за Багерки. Смотри, куда идешь, приятель. Автомобиль с откидным верхом. Вы не пострадали? Нет, спасибо. Вы бы ушли с дороги. На дороге-то от очего доброго вас и впрямь собьют. Вы тоже на торжественный проезд президента пришли посмотреть? А, ну... А, ну да. Вы американец японского происхождения? Да. Я многим обязан одному американцу японского происхождения. Если бы не таксист по имени Момоти, мы бы с моим мужем никогда не поженились. И наш сын никогда бы не родился. Вот. Вот оно что. И как же зовут малыша? Кевин. Кевин. Какое хорошее имя. Спасибо. До свидания. Типа задумался о ней, и она посмотрела ему след. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. 65 ботов? Нет, вообще-то 63 бота. 63 бота с РТГНМ и я. Вот так вот выглядит трансляция. Ой, какую я ере заварил. А тут поблизости есть что-нибудь опас... Отойдите, пожалуйста, сэр. Отойдите за линию. Президентский кортеж проедет по этой улице, поэтому зрителям нельзя подходить ближе. Похоже, президент начал торжественный проезд по улицам города. Американец японского происхождения. Он автор комиксов. Вы его видели? Американец японского происхождения? Я видел только девушку-американку японского происхождения. Ее вы ищете? Нет, я ищу мужчину. Или, если быть точным, я должен защитить его. Он подвергнет свою жизнь опасности, пытаясь спасти президента. Но я не могу допустить, чтобы с ним что-нибудь случилось. Да, уж непростая задачка. Вот поэтому я должен спросить у него, что мне делать. Да, есть такое. Она назвала... Она благодарна... Диана благодарна отцу... Отцу Джеки, которого... Которую он сегодня сбил. Ну, как известно, в Далласе только пара человек, на самом деле. Классика жанра. Мне очень жаль, но... Я не видел этого автора комиксов. Ух ты! А тут и впрямь полно народа. Ничего не видно из-за спин? О! Техасское книгохранилище. Из него мне будет все отлично видно. Да, Кан, ты же в нем уже даже была. Чего ты такая? Так. Это комментатор. Частный самолет президента борт номер один приземлился в аэропорту Лаффилд. 11.40 утра. Президент сопровождения жены появился на трапе. Какая красивая пара! 11.50 утра. Вот они. Маршрут движения кортежа Кеннеди. Кортеж президента Кеннеди начал свое движение по улицам Далласа. Маршрут движения кортежа Кеннеди. Элм-стрит. Мейн-стрит. Ага. Техасский склад школьных учебников. Здание Далтекс. Архив. Ага. Вот так вот он, типа. Железнодорожный мост. Травянистый бугор. Мейн-стрит. Листовка, да. Листовка классная. А что, давайте посмотрим. This man is wanted for treasonous activities against the United States. Betraying the Constitution. Ага. Коммунист-controlled United Nations. Понятно. Russia, Югославия, Poland. Ага. Югославия, Югославия и Польша больше враги. Понятно. Да, такая жижная по итогу листовка на самом деле. Прикольно. Голливуд, Калифорния. 22 ноября 1963 года. Щелк-щелк-щелк-щелк. Следом за женой на трап выходит президент. Исторические кадры. 11.40. Встречающая делегация обидевается рукопожатиями с президентом. У-у-у-у-у-у-у. Хм. О, Уолт Дисней. Смотришь телевизор? Не похоже на тебя. У-у-у-у-у. А что за у-у-у-у? Вот это что за звук? Э? Президент Кеннеди, он так популярен, правда? Ой-ой. Нехорошо сейчас должен начаться час Билли Бета. А, точно. Как они могли поставить парад в ситку одновременно с нами? Ага. Если бы это... Если бы это был... Это не было ради таких знаменитостей. Пожалуй, стоит переключить. Ага. Щелк-щелк. 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 И снова с вами. Время фантазий и приключений. Час Билли Бета. Глава 58. Жаркий синий день в Далласе. Ну что, Билли, в какой фантастический мир мы отправимся сегодня? Переключил Кеннеди, поставил... Реально-исторически. А что тебе не нравится-то? Просто взял и переключил. На что за человек? 1150. Хотя я не вижу смысла в президентском кортеже вообще. Президентский кортеж едет. Кому это надо вообще? Просто удивительно, что человек спокойно мирится с тем, что кто-то спер его личность. Да, есть такое. Ну, типа, какой-то он такой, типа, ультрафлегматичный. Не знаю. Что-то как-то очень странно. Ну да, есть такое. Ну, знаешь, типа, в аниме... Что в аниме, что в мангах. Все характеры, они, как правило, очень гротескны. Типа, какие-то их параметры выкручены на максималке, чтобы сделать произведение целостным. Вот здесь вот ровно тот самый случай. Он, как бы, настолько, типа, флегматичный и безучастный к собственной жизни, что это даже как-то нереально. Парад с участием президента Кеннеди в Далласе, наконец, стартовал. Сидят, улыбаются, все нехорошо. Чел поднимается наверх. Челы. Вот они, вот они. Вот они в тряпочку замотаны. Хм. Ой. А я хотел отсюда парад посмотреть. Можно? С шестого этажа должно быть хорошо видно. Ахаха. Курусу. О. Ну, думаю, с пятого тоже будет неплохо. Хорошо. Я посмотрю отсюда. Ха-ха-ха. Да. Спасибо. Ха-ха. Пошла, пошла смотреть, все правильно сделала. Какие бурные овации. 11.55. Президентский кортеж въезжает на территорию города. Множество горожан пришли увидеть первую пару. Вот они. Президент с женой сидят на заднем сиденье. Машины едут медленно, и каждый желающий может легко разглядеть президента. Множество людей наблюдают за президентским кортежем из окон. За президентским кортежем наблюдают множество людей. Ему машут из каждого окна. Да вы издеваетесь. Они как будто сами просят, стреляй откуда хочешь. Проклятие, это безнадежно. Пожалуйста, пропустите. Не толкайся. Это безнадежно. Все случится как в комиксе. О, вижу, вижу. Ну да, с этого этажа деревья загораживают. Эй. Это же тебя я встретил недавно. О, здравствуйте. Ничего, если я отсюда посмотрю? Конечно, смотри. Отсюда его отлично видно, смотрите. О, и правда. Но почему ты... Но почему ты еще вдалась? Эээ, я... Ищу кое-кого. Ищешь? Одного японо-американского мангаку. Кевина Ямагату? О, да, Кевина. Зачем? Зачем ты его ищешь? Эээ, ну... И правда, зачем? Довольно забавная история. Эээ... Мне, типа, сказала летучая мышь. Ха-ха-ха. И он такой, типа... Бич! Здорово, Астер. Мангу, мангу читаем. Комиксы. О! Ты... Ты можешь ее видеть? Видеть ее? Ты можешь видеть летучую мышь? Нет. Эээ... Я... Как бы это сказать... Эээ... Ой. А? Вы знаете... Мне больно. О! Пр... Прости. Ничего. Пойду куплю голден колы. Что? Вы меня тогда угощали, помните? Теперь я вас угощу. О, ладно. Только крышку мне отдайте, ладно? Если собрать 10 крышек, можно выиграть поездку в Японию. Ага. Кортеж сворачивает с главной улицы, с улицы, к зданию суда. 12.29. Черт, откуда? Откуда они будут стрелять? Кабриолет сворачивает на Элм-стрит. Хм... Если они повернут туда. Из-за вывески... Из-за вывески голден колы? С университетского книгохранилища на той стороне? Может из-за забора или кустов на том холме? Нет. А что если огонь откроют сразу с трех точек? Берегитесь! Господин президент, берегитесь! Машина едет по Элм-стрит. Я знал. Я. Тот, кто остановит все это. Уйдите с дороги. Пожалуйста, подвиньтесь. Дайте пройти. Господин президент, пригнитесь. Остается только одно. Мои крылья только для чрезвычайных ситуаций. Господин президент, берегитесь! И он бросается под колеса. И возможно его это. 12.30. Что случилось? Что случилось? Что-то не так. Что же произошло? Что-что-что? Видосы цвета на ЦРФ пропустил? Там сказали, что через неделю война закончится? Что, серьезно? Так сказали? Господи, хоть бы это было правдой. Я не верю. Я ни во что не верю больше. Астер. Астер. Представляешь, мы с тобой сможем голые... Выбежим с тобой на зеленый лук. Голые схватимся. За руки. Ты наркоман. А, вы про этот цвет нации? Господи, я додумал какое-то объявление Путина. Вы меня обрадовали. А вы про это? А, твою мать. Вы про этого наркомана, который шлепок рукой делал. Господи, боже мой. Вы меня расстраиваете. Просто расстраиваете. Зачем вы так играете с моим сердечком? Оно. Не для этого. Комикс Билли Бета. Шшш. Мы прерываем эту передачу из-за срочного выпуска новостей. Это еще что? Не знаю. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Какого дьявола посреди часа Билли Бета? Подробности после небольшой рекламы. Пулетин. Да, они издеваются. С чего бы это? С чего бы все это? Этот вкус... Чистое золото. Голден кола. Всегда и везде. Глава 59. Приемник. Я собрала 10 крышечек, и теперь могу выиграть поездку в Японию. Ты-ды-м. Псс. Упс. Надо поаккуратнее снимать крышки. А вот и голден кола. Псс. Спасибо. Процессия скоро пройдет мимо нас. Ого, наконец-то. Вы не будете смотреть? Мне? И тут неплохо. А как же летучая мышь? Угу. Все нормально. Ого. Эгегей, здорово. Это он, наш президент. Ке-е-е. Ее придушило деревяхой по голове. Уж. О. Мм? 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 А что это происходит? Она смотрит, как уезжает машина. и видит, как первая леди вылезает из машины. А Кеннеди вообще уже повалился. Все прижаты. Челы прижаты. А? Пре... Президент. Нет. Это не я. Это был не я. Это не я. О чем вы? Конечно, это не вы. А? Кевин. А? Вдруг что-то случилось с Кевином. Ай. Кевин. Постойте. Стреляли сверху. Угу. Я слышала выстрелы с верхнего этажа. И они метнулись кабанчиком. Так, это мистер президент. Та-та-та. Катаются. И Кевин выбегает. И заслоняется бы что-то. Господин президент, пригнитесь. Остается только одно. Мои крылья только для чрезвычайных ситуаций. И он вырвался. Выскочил на дорогу. Господин президент, берегитесь. Ага. И он выскочил. И получил пулю в спину. А, это он и был. Только почему-то здесь другая у него... Нет, он просто споткнулся. Просто споткнулся и упал. А челы что? Ага. Челы начали убегать после звуковыстрела. Все нормально. Уезжайте скорее. Все паникуют. Все повалились. Все бегут. Я в порядке. Я... Ну, он даже еще на траве. Он ничего не затанковал. Угу, угу. Приветик. Шу-шу-шу-шу. Хорошая работа. Президент его... Да. Он не выжил. Тогда... Тогда что хорошего я сделал. Я же говорил, в этой драме должна быть жертва. Ты типа совершил подвиг. Спас микрочилика? Кевин спас Кевина? Фух. Если бы ты его не схватил, пуля попала бы в него. Молодец. Ты успешно выполнил свое задание. И, как я и говорил, спас человечество. Ах, да. Давайте я вас представлю. Кевин, познакомься. Это Кевин. Твой преемник. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Преемник? Да. Этот пацан твой преемник. Кевин. Кевин. Хе-хе-хе-хе-хе. А? Пацан руку к батке. Ты... Ты его видишь? Кевин! Мама. О, Кевин. Понятно. Так, а я не понял, в него-то хотя бы попали? Нет. А что он тогда просто свалил скис? Схватил ребенка и повалил на землю? Ну, а кто бы в него попал? В него бы никто не попал. Освежающий глоток счастья. Прямо в вашем холодильнике. Голден Кола. В эфире новости. Во время посещения Далласа президент был застрелен снайпером. Согласно первым сообщениям, он тяжело ранен. Повторяю. Во время посещения Далласа на президента было совершено покушение. По первому оценкам у президента серьезное пулевое ранение. В истории должна быть жертва, в данном случае жертва Кеннеди. Понятно. В него бы попали, если бы он попытался спасти Кеннеди, а не Кевина. Ага. Понятно. А все это делается просто для того, чтобы Кевин... Чтобы у Кевина был преемник. Батка дает что-то вроде ему на к пулем. Президента застрелили! А нет, президента застрелили. Повторяю. Во время визитов в Даллас президент попал под снайперский огонь. Глава шестидесятая. Наполовину во сне. Бежим быстрее. Но я же сказала, наверху стреляли. Вот почему тебе нужно срочно убираться отсюда. Но! Те парни видели твое лицо, так? Да. Они тебя точно в живых не оставят. Ты должна выбраться из здания немедленно, иначе... А это те самые парни. Ну, челы тут стоят. Кто этот человек? Здешний сотрудник, мистер Освальд. Кто это? Местный управляющий. А, господин... Господин управляющий, господин полицейский. Я хотел бы вам кое-что ска... Местный управляющий. Вот эти челы. Абсолютно неподозрительные челы спускаются с... Что у вас за кесет? Что это такое? Что вы там прячете? Вы так рады меня видеть? Кто вы такие? Полковник Паул, служба военной разведки. О! О! Виноват! Те двое джентльменов, журналисты. Кажется, возникла чрезвычайная ситуация. Вы позволите? Да, конечно. Смотрят на них. Просто спокойно вышли. Просто спокойно вышли. Сюда. Эй! Почему сюда? Это смотрит с подозрением. Скорее выходи. Но там же был полицейский. Мне плевать, кто он. Сейчас никому... Я сейчас никому не могу доверять. Бам-бам-бам-бам-бам. Звуки копыт по железной лестнице. Полковник разведки моего Кока. Ну, классика жанра. Такое дело, что чины, чины, чины. Я вообще этого никогда не понимал. Если перед тобой какой-то полковник, но при этом при всем убили президента, да, или что-то в этом духе стреляли в президента, то ежу понятно, что это, ну, кто-то очень элитный, кто-то вот, ну, кто-то такой, типа, очень важный. А кто тогда будет защищать меня? Бам-бам-бам-бам-бам. Я буду. А, это он, типа... А кто тогда будет защищать меня? Я буду. Я слышал выстрелы с верхних этажей этого здания. Живо перекройте все входы и выходы. Преступник все еще может быть там. Прошу прощения. Бла-бла-бла-бла-бла. Что это за место? Я здесь остановился. Ага. А где твоя семья? Моя жена сейчас в другой квартире, а я снимаю эту для работы. Вот смотрите, да? Вот, вот, типа, говорят, да? Говорят. Говорят, 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 говорят. О том, что в современном мире дети перестали хотеть работать. Ленятся и не работают, да? У чела жена в другой квартире. Не его квартире. Обратите внимание, он мигрант. Он эту снимает для работы. Жена не работает. А сам он работает каким-то паденным челом на хрен пойми каком складе. И все это он может себе позволить. Чувствуете? Чувствуете, что с экономикой, ребят, не так? Чувствуете, где собака порылась? Ах, может, тут и безопасно, но прятаться тут вдвоем, это несколько... Тут на самом деле небезопасно. Что? Я пришел сюда вот за этим. Ах! Пистолеро! Чего вы так удивляетесь? Президента стреляли. Эй, погоди-ка. Чо томате кудасайо? Что ты планируешь сделать с чем-то настолько опасным? Он только для защиты. Для защиты? Ты всерьез намерен стрелять? Если придется тебя защищать. Ты свидетель. Даже если бы ты поклялась никогда об этом не говорить. Они однозначно не оставили бы тебя в живых. Не плачь. Сейчас не время лить слезы. Прошу прощения. Мистер Освальд. Найс! Лет 30 назад, может, так и было. Да, нет. 30, 30, рано, нет. 30. Братан, 2023 год. 30 лет назад, это 93 год. Так что два раза по 30. Да. Это разница очень большая. Вот. Ты еще, ты еще не знаешь, что будет дальше, братан. Уже 20-23. Еп, кок. Я помню, я помню, праздновал 2000-й год. 2000-й год. Его называли Миллениум. Миллениум. Да. Но 2000-й, Новый год. Его называли Миллениум. Я взорвал большие петарды на улице. Вообще-то. Вообще-то мне уже было 11. Я уже был большой мальчик. Да. Концерт Милинформер был в Петербурге. Очень крупное событие. Очень крупное Милинформер в Петербурге. Вау. Тоже с концертной программой. Называется «Факт до Миллениум». О, боже, как это было прогрессивно. С тех пор прошло 23 года. 20, мать твою, 3 года. Охереть не встать. Какая же я лавка старевщика. В сторону. Ай. И он такой, типа... Тррррррр. Кажется, выстрелил. Кажется, выстрелил... Фу-фу-фу-фу. Нет, он даже не выстрелил. Ему просто... Ему камнем, я так понял, по... Голове пролетело. Тррррр. Да, он такой, типа... Нельзя убивать этого человека. Нет, это из пистолета прилетело. Пока что он нужен нам живым. С дороги. У меня дело к этой девчонке. Беги. Со всех ног. Давай, беги. И они стреляют друг в друга. Этот попал в плечо. Этот попал никуда. Край оф батл. Ван Хефлин. Вор из... Вор из хелл. Боевой клич. Ван Хефлин. Война. Это ад. Это, скорее всего, батл край. Ван Хельсинг. И... Или еще какая-нибудь хрень. Сюда. Постойте. Эй, купите билет. Я заплачу за него. Вот с твоих. Неужели мы можем скрыться от них, просто зайдя в такое место? А как же тот полицейский, которого застрелили? Похоже на скучный фильм о войне. Представляем вашему вниманию. Мистер Освальд. Низги не видно. Интересно, сможем ли мы здесь скрыться от погони. В главных ролях Берт Ланкастер. Берт Ланкастер в роли генерала Скотта. И Кирк Дуглас. Из-за этой темноты внезапно чувствую себя шутко уставший. И Кирк Дуглас. Две великие звезды в одной картине. Кирк Дуглас в роли полковника Кейси. Скоро на экранах. Семь дней в мае. Джоэл Продакшнс представляет фильм Джона Франкенхаймера. Семь дней в мае. Действие разворачивается в недалеком будущем. Президент делает шаг в сторону советского и американского ядерного разоружения. Генерал Ястреб выступает против него. Генерал замышляет свергнуть правительство. Сорок транспортных самолетов, нагруженных спецвойсками, летят к Вашингтону. Напряженный политический сюжет, который мог бы случиться в будущем. Севен Дейс. Этот сюжет. Слышь, а помнишь? Ну, тот парень, которого пытались убить. А, тот бывший генерал. А, точно. Думаю, это намек на него. Серьезно? Угу. Ходили слухи, что он планировал военный переворот, так что Кенниди его уволил. Да ну. О том, бывшем генерале. Он выдумал несуществующую базу и собрал сорок транспортных самолетов для переброски всех сил спецназа под видом ремонтников на подставные учения с целью государственного переворота в Вашингтоне. И великолепная Ава Гарднер. Ава Гарднер в роли Эленор Холбрук. Бывший генерал, в которого я стрелял и промахнулся. Это кино? Семь дней в мае. Скоро во всех кинотеатрах. Фильм Джона Франкенхаймера. Семь дней в мае. То есть, тот, в кого я стрелял, это было на самом деле? Шок контент. Ага, на самом деле. Еще как. Куменсун. Найскинишка. Просто прикиньте, найскинишка. Примечание. Боевый клич. Крайбл. Американо-филипинская психологическая драма. Действия, которая происходит во время нападения Японии на Филиппины. Американский кинорежиссер, лауреат 14 различных кинонаград. Автор 30 полнометражных художественных фильмов и более 50 телефильмов. Вот это производство. Ястребами называют политических деятелей, готовых к агрессивным мирам против других, для улучшения положения их собственного правительства, страны или организации. Ха. То есть, раньше их называли ястребами, а теперь это кто? Жалкие имперцы, да? И перские ублюдки. Дорогие американцы, я должен сообщить вам весьма прискорбные вести. Американский президент Джон Ф. Кеннеди скончался. Менее часа назад в Далласе он получил смертельное ранение. Он погиб от пули снайпера. Повторяю. Президент был убит снайпером во время парада в Далласе. И он погиб. Боже мой. Это поистине потрясающее событие. Нам предстоит много работы. Ага. Это наш звездный час. Мы должны поддержать сердца Америки. Билли должен предать каждому боевой дух. Благодаря этому событию Билли Бетт сейчас самый популярный персонаж Америки. Можно пойти дальше и сказать, что Билли будет нашим следующим президентом. В конце концов, Билли Бетт бессмертен. Глава 61. Истинная правда. Он убил президента просто, чтобы Билли Бетт был самым популярным в мире? Ну это же бред своего кобыла. Что значит бессмертен? Все выходит в тираж, чел. А это он заказал? Не, ну вряд ли он заказал. Блин. Уолт Дисней. И такой Уолт Дисней. Вообще, кстати, вполне вероятно. Чувствую вот прям вот. Убил президента, потому что президент занял время его программы. Гигачат. Реально гигачат. Это он наркоманкой шоклятый. Застрельного полицейского звали Дждипеттипет. Он скончался по дороге в больницу. Думаете, это как-то связано с убийством президента? У нас есть человек, соответствующий описанию подозреваемого. Повторяю. Есть человек, соответствующий описанию подозреваемого. Нам сообщили, что он в кинотеатре Техас. Так. Кинотеатр Техас. Направление ветра порядок. Дистанция порядок. Пау. Ну как? Попал в заднюю часть шеи возле правого плеча. Направление ветра порядок. Дистанция порядок. Пау. Ну как? Хм. Похоже, ты попал в губернатора едущего впереди. Направление ветра порядок. Дистанция порядок. Пау. Я снял его. Прямое попадание. Ох уж эти зайцы. Вряд ли за убийством Канаде стоял Курусу. Нам не показывали связь Курусу с Диснеем. Показывали только связь Диснея с Финни. Ну да, ну да, ну да. Курусу хрен пойми чем занимается. Пока что. Так а... Ч... А? Чего? Это мультик что ли? Потише. Что? Кино начинается. А? А? Аосваль до сих пор смотрит. Проще говоря, президент был убит. Ли Харви Освальд. В главной роли Освальд. А в остальных ролях Освальд. Сценарий Освальд. Спецэффекты Освальд. Прекратите. Режиссер Ли Харви Освальд. Хватит. Театр одного актера. Хе-хе-хе-хе-хе. Заткнись. Что это был за предварительный просмотр? Только что, черт побери. А, ты об этом. Семь дней в мае. Скоро во всех кинотеатрах. Этот фильм. Сюжет этого фильма это ведь... А-а-а. Генерал планирует свергнуть правительство. Он ведет на Вашингтон 40 машин с войсками спецназначения. Напряженная политическая история, которая могла бы произойти в реальности. Это... Это был план отставного генерала, в которого я стрелял и промахнулся? А-а-а. Да, ты прав. Очень похоже. Как думаешь, что бы случилось, будь этот бывший генерал единственным зачинщиком убийства Кедедди? Хм. Этого парня никогда бы не заподозрили. Знаешь почему? Потому что на его жизнь уже покушался тот же парень, что убил президента. Тот, кого следует подозревать вне подозрений. А тот, кого не должны подозревать на подозрении. Чисто сработано, не так ли? Нет. Я не убийца. Враг весьма силен. В этом замешано множество группировок. А всю вину свалят на тебя. Не пари чушь. Даже этого полицейского застрелил не я. Скоро все выяснится. У того азиата была автоматическая винтовка, а у меня револьвер. Ха-ха-ха. Да всем будет наплевать на такие доказательства. Ты преступник. Это в самом деле скверно. Как? Я же должен стать героем этой страны. Забудь. Забудь о герое. Меня запомнят как одного из самых страшных людей в истории человечества. Нет, 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 нет. В человеческом определении героя полно неточностей. Люди вообще часто ошибаются. Но скоро тебе придется солгать. Каждый человек играет свою роль. Улавливаешь? Время от времени находится кто-то, кто не играет свою роль правильно. Как думаешь, что тогда происходит? Благодаря одной малюсенькой ошибке, вся история в одно мгновение... Вот почему мы ее записываем. Записывайте? Да, я ищу кого-нибудь, кто запишет все правильно. Ты имеешь в виду... Кевина? Он, конечно, пишет твою роль должным образом. Но каким бы дьяволом тебя не запомнил мир, и как бы все человечество не ненавидело и не проклинало тебя... Можешь быть уверен, что где-то записано, что ты герой, который спас мир. Я... герой? Да. Как только выполнишь свое последнее задание... Последнее задание? Полиция В той полицейской бригаде Есть тип, который ищет Джеки Потому что она тоже знает Кто на самом деле убил президента Это твое последнее задание Вперед, герой И он решительно так смотрит Беги Скорее убирайся отсюда Но, мистер Освальд Я говорил, что защищу тебя Беги, так быстро, как можешь Вон он Не дайте ему уйти Окружаем его Скорей Окружают его И он с кулака такой, типа, по полицейским На вам минус один Хоба Устраивает хаос, кусается Все как полагается Она выбегает вместе с толпой Он месится с ментами Ля получает свибла Ля красавчик Воюет, как настоящий Убийца Смотрит внимательно Задание выполнено К размышлению О, давайте посмотрим К размышлению Ох, нихрена Мне интересно Я бы почитал это К размышлению Но надо сказать, что СРТГНМ скажет Мы будем это смотреть СРТГНМ Здесь что-то Интересное К размышлению Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди Совершено в пятницу 22 ноября 1963 года В Далласе В 12.30 по местному времени Кеннеди был смертельно ранен Выстрелом из винтовки Когда он вместе С своей женой Жаклин Ехал в президентском Кортеже по Элм-стрит Убийство В течение 10 месяцев Расследовала специально Созванная комиссия Во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Борроном Комиссия Уоррена Которая пришла к заключению Что убийство было совершено Преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом Последующие официальные Расследования подтвердили Что убийцей был Освальд Но вероятно За ним стояли Некие заговорчики Существует ряд Конспирологических теорий Подвергающих сомнению Выводы комиссии Уоррена И представляющих Альтернативные версии убийства В том числе Заговор американских Или советских спецслужб Однако Ни одна из них Не была доказана Социологические опросы Показывают Что подавляющее большинство Американцев Слушая 70% Не верят В официальную версию убийства Вау Ну это Ни о чем не говорит Но все же Один из очевидцев Говард Брэннан В момент стильбы Находившийся Напротив книгохранилища Сказал полицейским Что после первого стрела Взглянул на книгохранилище Где по его мнению Находился источник шума И видел в окне Шестого этажа Стрелявшего человека Когда Брэннан Давал показания полиции Из книгохранилища Вышел Служащий по фамилии Джармен Который подтвердил Что слышал выстрелы изнутри Другой сотрудник Рой Трули Сообщил полиции Что его подчиненный Ли Харви Освальд Покинул здание Сразу после выстрелов Он же сообщил Его имя и домашний адрес Официальная версия гласит Что Кеннеди был убит Убийц-одиночка Ли Харви Освальдом Который умудрился Сделать 4 выстрела Из винтовки За 4,8 секунды Позже выяснилось Что модель винтовки С которой якобы стрелял Ли Харви Освальд Не позволяет Произвести 4 выстрела За столь короткое время Канал Россия В 2003 году В 40-летии убийства Джона Кеннеди Показывал документальный фильм В котором рассказывал Что в США В ходе следствия Проводили эксперимент Засекали время И профессиональный военный С этой винтовки Пробал произвести 4 выстрела Профессиональный военный Не смог уложиться за 4,8 То есть нереально Произвести 4 выстрела За столь короткое время С этой модели винтовки Как это мог сделать Ли Харви Освальд И какими это Не заурядными способностями Он должен был обладать Непонятно до сих пор Но и это еще не все Согласно официальной версии Ли Харви Освальд В момент убийства Находился на 6 этаже Книжного склада Когда президентский кортеж Ехал по Элм-стрит Книжный склад Где находился Ли Харви Освальд Остался сзади Можно предположить Что один выстрел Действительно был сделан сзади И попав в спину президента Вышел через горло Потом еще угодил И впереди Едущего губернатора Техаса На кадрах 26-секундного фильма Основного вещественного доказательства Очевидца Абрахама Запрудера Ясно видно Что последний смертельный выстрел Попал президенту в голову Спереди, справа Видео можно найти У нас на сайте В разделе блога Или на ютубе На видео Если это не монтаж какой-то Ясно слышно Что прозвучало Не менее 4 выстрелов Как Ли Харви Освальд Мог умудриться Выстрелить сзади Потом спуститься вниз С 6 этажа Оказаться спереди, справа Потом встать в голову И все это произошло За 4-8 секунды В голове как-то не укладывается Ведь так утверждает Официальная версия расследования Это заговор Американских спецслужб Даже школьнику понятно Что убийц было Не меньше 3 человек Если не 4 Сзади кроме Ли Харви Освальда Мог быть еще один человек Который тоже стрелял Кроме этого Жена губернатора Техаса Конноли Сказала, что Пуля попавшая в ее мужа Была выпущена Совсем с другой стороны Чем две предыдущие Это в очередной раз Доказывает, что Убийц было несколько Кто же на самом деле И почему убил Президента Джона Кеннеди Наверное, тут ключевой вопрос Почему предполагается Что Кеннеди мешал В первую очередь Вице-президенту Линдону Джонсону И некоторым спецслужбам Изя Президента убил одиночку Рассказывайте, ага Странно, что Странно, что Его прям Свои убили Ну, я думаю, что Ну, катаешься на кортеже Вот Путин, например Все время боится Выезжать куда-то И что-то делать И, судя по всему Береженого Бог бережет К сожалению К величайшему К размышлению Как остановила комиссия УРО Освальд оставил Ружье за ящиками И сразу покинул здание Незадолго до того Как оно было Оцеплено полицией Примерно в час дня Освальд добрался домой Но пробыл там Недолго Когда Освальд шел По одной улице Его остановил Патрульный Дждиптипет Он вышел из машины Освальд убил его Пятивыстрелем из револьвера Вскоре после этого Освальд был задержан В кинотеатре С момента ранения Кеннеди прошли час И 20 минут Освальд пытался Выстрелить в полицейскую Он был обезврежен Той же ночью Ему были предъявлены Обвинения в убийстве Кеннеди и Типпета Он полностью отрицал Свою вину Орудием убийства Кеннеди считается Карабин Каркано М9138 Калибра 6,5 мм Нередко И не совсем правильно Называется Он был обнаружен Полицейским Сеймером Вайтсманом И заместителем Шерифа Юджином Буном На шестом этаже Склада Среди коробок Освальд приобрел Винтовку В марте 1963 года Под фальшим именем Эхейдл По почте Винтовка была доставлена В абонентский ящик Который Освальд арендовал В Далласе С октября 1962 года Также в январе 1963 года Он приобрел Револьвер С которого был застрелен Типет На допросе В полицейском участке Далласа Освальд отрицал Что когда-либо Приобретал винтовку В лаборатории Баллистических исследований Армии США Проводились испытания Целью которых Было определить Сможитель с стрелков Такой подготовкой Которую получил Освальд Во время службы Морской пехоте И с такими результатами Как и на тренерах Показывал Освальд За сопоставимое время Презвести три выстрела С сопоставимого расстояния По мишени В эксперименте Участвовали Трое стрелков Двое гражданских Один военный Незнакомых С этой моделью Винтовки Им предстояло Выполнить По два выстрела По трём мишеням Находившихся На расстоянии 185 футов 240 и 265 Результатом Были 6 из 6 попаданий По первой мишени 2 из 6 по второй И 5 из 6 по третьей В первой серии Три стрелка Затратили 4,6 6,75 8,25 секунд Соответственно Во второй 5,15 6,75 8,25 Источник Википедия Ну это такое себе Тут на самом деле Сопоставимые цифры События в Далласе 1963 Заинтересовали меня Ещё когда я был подростком Тогда мне казалось Что это просто убийство века Совершённое фанатиком Сейчас же я так не считаю Я не утверждаю Что Освальд стал случайно И удобной для всех жертвы Я просто хочу сказать Что это очень неоднозначный Эпизод истории За время подготовки Этих последних глав Арки по Освальду Я прочитал много Стороннего материала Скажу сразу Есть много точек зрения Что от официальной Что Освальд был фанатиком Одиночкой Омел вероятный Что Кеннеди убили спецслужбы Чтобы он не рассекретил Найденные луни Следы НЛО Как видите Размах колоссальный Это очень интересная И запутанная тема Во мне Это вызывало Это вызывало Небольшое Небывало любопытство Советую вам Почитать подробнее Если вы хотите Просто образно понять картину Вам достаточно Прочитать Эти наброски Из Википедии Если же вы хотите Прочитать все теории То придется провести Небольшое исследование В интернете есть все Напоследок Я хочу выразить уважение И благодарность К авторам Манги Во-первых Потому что они Своим произведением Возбуждают в людях Интерес к истории Во-вторых Что они решили Изобразить своего Освальда Из Билли Бета Все-таки положительным персонажем При том что У них по официальному сценарию Он должен быть фанатичным психопатом Я по свидетельствам Донес весь прочитанный материал По этой теме до вас Но к сожалению Грамотно скомпоновать На 2-3 страницы Не скомпоновать На 2-3 страницы Но еще Кое-что любопытное Напишу В завершающих главах Али Харви Освальда Ну да Ну да Ну короче Да слушайте Если Если у вас Не бьется с фактами Ладно Ну типа В первой серии Три стрелка затратили 4,6 Это 4,6 Это соотносится Примерно Ну разница Не такая Адская Если бы Если бы винтовка Просто не позволяла Стрелять Это одно А тут как бы Просто очень сложная Стрельба Вот Но Скорее всего Просто ли Харви Освальд Был одним Из То есть Это Это В то В то время Много Кто Если и Готовил Какие-то покушения Готовил их Группой лиц Типа Мы все вместе Мы все вместе Ну типа У вас есть информация О том что Президент поедет Каким-то Отк На кортежем С открытым верхом Или что-нибудь в этом духе Ну то есть Пофлексит И вы хотите его убить Вы такие Типа Лучше варианта Не придумаешь Давайте 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 Просто Вот возьмем Этого чела Давайте Возьмем Вот этих Челов И повесим Все вот На этого Чела Ну типа Кто уйдет Тот уйдет Ну и Поймали По итогу Одного чела Ну а Официальным Властям Тоже Не с руки Говорить о том Что Нам убили Президента Но мы Поймали Только вот Этого Силюка Который Во всем Признался Да Ему же Вообще Не Камильфо Ему же Вообще Не круто Это дел Им вообще Не круто Это признавать Что у нас Что у нас Убили президента А мы Ничего с этим Сделать Не смогли Это ж Политическая История Комиссия Уоррена Не просто Так Ну и Они Сказали Что Вот Вот убил Он Вот он Такой Вот волшебный Поэтому Вот этот Чел Легендарная Личность Потому что Убил Президента А мы Пошли Дальше На деле На деле Прохлада Прохладная Как Чел Как Как На пути Следования Кортежа Чел С винтовкой Оказался Какая Какой Был Чек Какая Была Защита Почему У вас Не бьется С баллистическими Экспертизами Ничего Скажем Скажем Так В любом Случа Освальд Был Удобным Челом На роль Убийцы Если Вспоминать Ту же Фотку С ружьем Так А В смысле Судя По всему Он Просто Участвовал Типа Скорее Всего Оружие Стреляно То есть Как Освальд Просто Был Одним Из Тех Кого Просто Наняли Это Делать То есть Если Предположить Что Вы Просто Решили Прострелить Всю эту Историю С нескольких Точек Чтобы Прям Вот Хорошо Было То Освальд Был Просто Одним Из Почему Нет Ну А может Быть Как бы Освальд Действительно Типа Ну Если Баллистически Бьется То Баллистически Бьется Я Ну Мне Почему То Не Мне Почему То Не Кажется Что Освальд Вообще Просто Не Виноват И Сбоку Припек У Чел Ну Просто 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 Не Кажется Ну Типа В этом Произведении Понятно Что Он Наш Чел Это Очень Здорово И Классно В Этом Произведении Но В Реале Скорее Всего Он Просто Был Одним Из А Поскольку Он В Конечном Счете Просто Обычный Комбатант И Скорее Всего Ему Тебя Поймают То Мы О Твоей Семье Познать Позаботимся А Учитывая Что Он Был Невероятным Патриотом Своей Страны Его Ему Сказали Что Типа Блин Братан Вот Этот Этот Кеннеди Коммунистический Подстилка Коммунистов Он Такой О Боже Я Такой Патриот Такой Патриот Но Они Сказали Иди Сделай Дело А Если Тебя Поймают То Твоя Задача Взять Все На Себя Ну И Он Взял Все На Себя Он Взял Все На Себя И Все Хорошо И Все Довольны Пытать То Его Никто Швабра Не Будет Выпыт Допытываться Да Правда Никто Не Будет Ну И Хорошо Все Все Довольны Никто Не Против Все За Его Интересы Взять Все На Себя И Только На Себя Не Сдать Никаких Подельников Его Наниматели Просто Заинтересованы Чтобы Концы В воду И Там Типа Позаботиться О его Семье И Жить С ними Выгода Приобретения Комиссии Орен Заключается В том Что Мы Нашли Убийцу И Убийца Вот Такой Вот Давайте Распнем В СМИ А мы Покажем Что Это Что-то Такое Раковое И Не Будем Говорить О том Что Вот 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 Мы Даже Поймать Убийц Президента Не Можем В Конечном Счете Политически Политически Это В некотором Смысле Самоубийство Предположим Предположим Что это Были Коммунисты Это Минус Предположим Что это Были Свои Это Еще Больше Минус Предположим Что Мы Всех Не Поймали Это Больше Поехавшей Крышей Вау Как Удобно Давайте Все Валим На Это Это Очень Здорово Во-первых Сразу Острокизм От Общества Вообще Просто Сплошная Выгода Сплошная Выгода Сплошная Выгода А любое Их Заявление Это Политическая Охрень Так что Почему Нет Дело Не только В Нане Дело В том Что Люди Поверили В то Что Он Был Фанатиком Одиночкой То есть Судя по Опросам 70% Не поверили То есть В то Время По Социологии 70% Не верили В версию Комиссии Уоррена То есть Люди Не поверили Другое Дело Что Никому До этого Нету Настолько Дела Чтобы Как-то В этом Ковыряться Ну так Я так Полагаю С РТГН Освальд Это просто Единственный Кто Им дался Они же Никого Кроме Освальда Не поймали Значит Плясать Надо От того Что есть Во-первых Во-вторых Какого-то Семьянина Освальд Был Разве Одиночкой У Освальда На полном Серьезе Есть вот эта Фотка Марины У него Действительно Есть семья У него Действительно Есть семья И Они Ну Типа Он Не то Чтобы Супер Мега Примерный Семьянин Но Он Как бы У него Вахтовая Работа Судя по Всему Так что Не очень понимаю Чем он Концептуально Отличается Он еще Мог быть Одним из Тех Кто Хотел Хотел бы Любым Способом Попасть В историю Но явно Не один Да Так В смысле Если утверждается Что по Кеннеди Попали с другого Ракурса Что стрельба Баллистическая Экспертиза Показывает Что стреляли Не за одной Позиции Ты физику Не обманешь Ты физику Не обманешь Никаких чудесных Рикошетов Тоже быть Без следов Не может Если вы говорите Стреляли Не за одной Позиции Все Без стрелков Был Не один Но при этом При всем Как бы Когда у тебя Ну типа Стрелок не один И он не найден Это не круто А учитывая Что Давайте по чесноку JFK JFK Был знаменитым Управленцем Знаменитым Даже по тем По тем временам И Как в любом Аппарате Чем более Демократичный Тем этот показатель Выше У тебя есть Внутриполитические Соперники Внутриполитические Соперники Настолько Желающие Тебе Зла Что они готовы Подписаться Под твои убийства Политические убийства Это история Сплошь и рядом Просто JFK Попавсь Вот и все Так что Мне В мою картину Эта мира Просто встраивается Каждого Честно вам скажу Сколько Сколько После JFK Было Случаев Когда Всякие Разные Правители Просто Катались На кабриолетах С открытым Верхом Помните Сколько Путин На кабриолете С открытым Верхом Катался Я что-то Не припоминаю А там По-моему Еще даже Анонс Был О том Что он Проедет На кабриолете С открытым Верхом Честно говоря Просто Довыпендривался Им Хо Сашуля Ты рисовал Солнышко Спиралькой Нет У меня Кругляшок Всегда Одиночка Не в смысле О том Что у меня Семья Одиночка В смысле Организовал Убийство Одиночка Организовал Убийство Приехал Из другой В другой Работать Задолго До К Маршруту Который Был Построен Как Просто Повезло Просто Нет 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 Про Семьянина Это образно Осволь же Бывший Марпех Который Еще и Жил В СССР У которого Жена Русская Но Типик Был советский Шпион Я думаю Что Осволь Зачастлив Убийство Заре Подготовили На ролик За отпущение Другие Участники Скорее Всего Скорее Всего Скорее Всего Особенно Конечно Особенно Когда Канедина Пролом Шел Против Система Да Я думаю Да Йосфольд Просто Был Офигенно Удобный Чел Если Бо Он Не Хотел Попасться Он Хотя Бы Там Был Хаос Там Был Хаос Там Было Вавилонское Столпотворение Если Бо Он Хотел Не Попасться Он Бо В Конечном Счете Не Попался Там Можно Было Придумать Варианты Отхода Абсолютно Разные Абсолютно Подготовленные И И же С ними По Итогу Пацан Стреляет Из Окна Типа Четыре Раз За Четыре Восемь Секунд Типа Стреляет Из Окна После Этого Кладет Винтовку И Просто Спокойно Спускается На Пофиг Уходит Свежо Предание Верится С трудом Ты Ты Только Что Занимался Убийством Не Кого Та Самого Главного Чела Чела В Твоей Стране Нет Ты Не Будешь Просто Пешкарусом Выходить На Пофиг Я Настолько Умный Чтобы Спланировать Убийство Президента Но Настолько Глупый Чтобы После Этого Начать Вести Себя Как Идиот Свежо Предание Верится С трудом Ладно Забейте Яду Если Если Вся Вот Эта Тема С Баллистикой Действительности Закрыта Или У нас Есть Только Видосы То Все Тут Даже Размышлять Нечего Если Сама По себе Комиссия Вот Этого Ворона По итогу Не предоставила Весь Свой Отчет Полную Стенографию Суда Из Расследования Измышлений То Они Скрывают Значит Здесь Что-то Не Так Все Очень Просто В Таких Делах Все Если Можно Сделать Прозрачно Делается Прозрачно Альтернатив Нет Забейте 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 Но Прикольно История Крутая Я Никогда Не знал Я знаю Что Кеннеди Просто Убили И Что Это Что Признан Виновным Харви Освальд Больше Мне Ничего Не Интересно Честно Говоря Типа В истории Будут Еще И Хорошие Правители И Плохие И Политические Убийства И Все В порядке Все На своих Местах Профессия Опасная Несколько Месяцев Спустя Жаркий Августа Овский Денек В августе Жаркий Августовский Денек В августе Уи Гулять Как здорово Осторожно Не упади Уи Бэм Это Же Билли Бэт Ты В порядке О нет Президент В опасности Кто Это Сделал Возможно Кто То Из-за Того Забора Можно Войти А Это Это Этот Наш Братишка Рад Вас Видеть Диана Это Герой Герой У нас Дома Ну Не то Чтобы Герой Глава 62 Кевин и Кевин Билли Бэт Познавательный Да Пипа Клэп Хотите Пить Приветственный Напиток В нашем Доме Это Голден Кола Конечно Же Блин Вот Запомните Хороший Корпа Хороший Корпа Это Тот Который Ест Свой Продукт Особенно Если Ты Угледобытчик Ладно Ладно Если бы Я делал Какой-то Продукт И сам Бо Его Не ел Ну Имеется Ввиду Питательный Я Был бы Жопоедом Я Был бы Человеком Который Делает Хороший Доктор Пеппер В Восточноевропейской Части Не Польский Но Мне лень Точнее Со мной Никто Разговаривать Не будет Я как-то Я как-то Говорил На стриме Что Доктор Пеппер Купите У меня Рекламу Они У меня Даже Рекламу Не Купили Суки Нельзя Есть свой Продукт Дорого Конечно Голден Кола Изысканно Автомат Прямо В доме Изысканно Мое Лицо Когда Изысканно Ты бы Еще На заборе Написал Бам Будем Опять Пьют Как В рекламе Нет Правда Спасибо Что Зашли Я думал Вы придете Сразу После Случившегося Кстати Говоря После Этого Шум В моей Компании Наконец Тих Я И не Знал Кевин Кевин Спустись Пожалуйста Пришел Мистер Кевин Тот Что Спас Тебя В последнее Время Он Всегда Такой Может Взрослеет Он Часто Играет В своей Комнате Один Эй Не Бегай По Лестнице Кевин Только Изредка Спускается Топ 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 Кевин Почему Не Здороваешься Здрасте О Ты Правда Подрос В нашей Последней Встрече Билли Бэт Комикс Только Изредка Спускается За одним Из Номеров Вашего Билли Бэта Топ 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 Кевин А потом Снова Пропадает В своей Комнате Он Огромный Поклонник Ваших Комиксов Я Ему Их Покупаю Взгляните У меня В кабинете Собраны Все Выпуски Воспоминания Техас Детектива Сыщик Пистолет На Диком Западе Один Из Ваших Ранних Шедевров А Если Вам Хочется Немного Адреналина От Билли Бэта В джунглях У меня Есть И он И Просто Потрясающий Билли Бэт И проклятие Фараона С танцовщицей Ле Леонеттой Эх Даже Мысль Об этом Заставляет Проследиться Секундочку Простите Он Всегда Такой Начнет Говорить О Билли Бэте И приходит Билли Билли Без Слез Спасибо Хочу Спросить Еще Кое Что О Нынешнем Билли Да То Что Сейчас Называют Билли Вовсе Не Билли Так Обманывать Детишек Нет Даже Ребенок На Это Не Купится Но Этот Билли Популярен Во Всем мире Но Подлинный Шедевр Это Билли Бэт От Кевина Ямагаты Поэтому Я Назвал Сына Вашу Честь Ясно Реально Ясно По другому Не скажешь Мне Просто Не Верится Что Его Жизнь Спас Настоящий Кевин Ямагата Спас Кевина Кевин Спас Кевина Неужели Подобное Может быть Правдой Это Как Будто Каком То Спектакле Вообще Да Свой продукт Ты ешь Без Наценки О чем Ты Кушают Курочку С Яблочками Звяк 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 Ну вы Жарат Господи Вот это Мне никогда Было Непонятно Вот вы Хаваете Вас Двое Малый Маленький Ребенок И еще К вам Гость Пришел У вас Там Супчик Салатик Вот тут Вот Вот тут Вот Сколько Калорий На столе Идиоты Сколько Вам Надо Зачем Вы Это Все Делаете Зачем Такой Перевод Продуктов Закажите Себе Просто Столько Сколько Съедите Ну Серьезно Что За Херня Зачем Столько Перевода Продуктов Ладно Ладно Вы Ненавидите Людей Которые Голодают Это Я Понять Могу Я Тоже Ненавижу Людей А Значит Ненавижу Тех Которые Голодают Но Продукты То Что Вам Сделали Зачем Их Переводить Они Прекрасные Хорошие Продукты С Богатым Вкусом Зато Дорого Богато Господи Это Меня Просто Убивает Если Бы У Меня Были Когда То Деньги Я Бо Себе Никогда В жизни Такой Не Позволил Нет Ничего Глупее Нет Ничего Глупее Еды Которую Ты Не Съешь И Вещь Которой Ты Не Будешь Пользоваться Может У них Много Званых Но Никто Не Пришел Если Ты Кого То Зовешь Он Приходит Сука Или Говорит О том Что Не Приходит Вкуснотища Моя Женушка Готовит Курицу Лучше Всех Это Все Потому Что Она Чертовски Хороший Повар Только Курицу Нет Нет Любая Твоя Стрепня Лучшая Во всех Штатах Во всех Да А Лучшая В Америке Значит Лучшая В мире Это Конечно Поразительно Ля Он Съезжала Кэш Это Какой Сладкоголосый Шелемец У казахов Есть традиция Часть еды Со стола Гость Должен Забрать С собой Блин Я бы Забрал Ачпачмак Или Что Вы там Кушаете Кумыс Кумыс Ачпачмак Блин Не знаю Это Как-то Странно А если У человека Диета Если Ты Наприготовил То Что Он Не Может Есть Не знаю Но Часть еды Забрать С собой Это Неплохо На самом деле Но Это Добрая Такая Традиция Президент Кеннеди Я Жал ему Руку За пару Часов До Этого Несчастья Правда С тех Пор Прошло Уже Десять Месяцев Но От Этого Ничуть Не Легче Вы Слышали Речь Председателя Верховного Суда Уоррена В качестве Представителя Комиссии По Расследованию Ни Внутри Страны Ни Вне Ее Не Было Никакого Заговора Да Вот Основной Постулат Очевидно Что Раз Это Даже В произведении Поднимается То Скорее Так Есть Так Что В итоге Похоже Освальд Действовал В одиночку Не Могу Поверить Что Освальд Сделал Что То Подобное Вот Он Освальд Он Мертв Но Мы То С Вами Знаем Настоящего Убийцу Что Его Убили Освальд Его Убили Ах Суки И Как бы Да Диета У Казахов А Ну Да Сук Конечно Сук Со Своей Мелатониновой Кожей Да С этим Обменом Веществ Хорошим Азиатским Да Ты Понимаешь Я Съем Я Съем Попку Булочки И Это Калории Мои На весь День Я Съем Вторую И Я Буду Жирный А Вы Там Конечно Че хочу То ем Приплыли Там К дивану Да Да Идите Идите Отсюда Не будешь Ну На самом деле У меня сейчас Более Пельмени Хороший Метаболизм Подразогнанный Немножко Не так Чтобы Супер Сильно Набираю Но Я Ем Резко Больше Чем Мне Надо Можно Меньше Ну Блин Я Люблю Пиво Вот Серьезно Ну Просто Нравится Мне Что Поделаешь А Только Из-за Того Что Я Люблю Пиво У Меня Там Не Знаю Раз Недельку Его Выпиваю И Это Уже Перебор По Калориям Сильный Получается Ну Что Поделаешь Конечно Я Буду Толстенький 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 Ладно Главное Что Оля Меня Любит Я Все Сказал Тут Я могу Смириться С тем Фактом Что Я Себя Не Люблю Главное Чтобы Оля Любила Не Сходится Конечно А Как Билли Расследовал Такое Дело Ну Успокойтесь Не Стоит Говорить О Таком Заужином Кстати Ты Не Забыл Про Подарок О Точно Подарок Та Да У Голден Кола Вина Трип 10 Кэпс Вы Ведь В курсе Об акции Моей Компании За 10 Крышечек Можно Выиграть Путешествие В Японию Я Хотел Как-то Вам Отплатить Э Подожди Братан А где 10 Крышечек Я Не Понял Разве А это Не Читерство Нет Это Не Коррупция Случаем Сейчас Мне Да Я Размышлял Что мог бы Сделать Чтобы Должным Образом Выразить Свою Признательность Вы ведь Японо-американец Я подумал Может вам Хотелось бы Посетить Вашу Историческую Родину Японию К тому же В этом году В Токио Пройдет Олимпиада И это Будет Еще Более Волнующе Япония Конечно Такой Малости Не хватит Чтобы Полностью Передать Нашу Благодарность Нашу Благодарность Но Хоть Что-то Вспомнил Как Как Братишку Завалило Сидзутян Сидзутян Что-то Не так А Нет Чем Спасибо За еду Можно Вернуться В комнату О Кевин Простите Ничего В последнее время Он поглощен Рисованием Он даже сказал Что хочет рисовать Комиксы Комиксы Точно Может Вы могли бы Оценить их Как профессионал Дорогой Тук Тук Стучится К нему В хату Мой прадед На ужин Большую порцию Бешпармака Запивал бульоном И потом пил чай С конским жиром Дожил до 95 Хоть и был шахтером Сука Охереть Вот это Вот это Тачка У тебя Дед Просто Тачаныч Братан Я не доживу До обеда Если съем Большую порцию Бешпармака Которую Запиваю Бульоном И Еще после этого Попью чай С конским жиром Просто До обеда Не доживу А он Дожил до 95 Очень уважен Я правда не знаю Что такое Бешпармак Но звучит хорошо Я как-то ел Безумно вкусное мороженое А потом боливал Потому что оно Слишком жирное Ооо Бедняга Надо было Знаешь что Надо было Чем-то окислить Надо было Что это Что Типа Может быть Сачку Какого-нибудь Апельсинового Или грибфрутового Выпить Это пельмени Без мяса Пельмени Без мяса Это Просто Тестовые Ага Это картошечка С мясом Ооо Это очень вкусно Не Это очень вкусно Куча мяса Картоха С лучком М-м-м Мне лучше Этот Свежий Свежий лук Мне лучше не надо Свежий лук Свежий чеснок У меня потом Будет Ну мне плохо Мне будет Очень вкусно И я люблю Так есть Но потом У меня будет Такая Отрыжка Чесночная Луковая Вот это Мне не нравится Вот Поэтому лучше Какие-нибудь Маринованные И тесто Что сварено В бульоне Блин Прикольно Выглядит Охренячая тема Если это Баранина Какая-то Такая мягкая Я большой фанат Мягкого мяса Вообще Прям Если вам Приносят Вот я больше всего Типа Здесь все стейки Котлеты Это вообще херня Больше всего Мне нравится Какая-нибудь Тушеная Баранина Вот В Гроле Моё любимое Возведение В Петербурге Баранина Тушеная В пиве Просто Привозят вам Баранины Кусок Мягчайшего Мяса Которое Просто Типа Ты вилочкой Его спокойно Давишь на него А оно Уже Разваливается Вот И разваливается Это Канина Ну Канина Кстати Тоже вкусная Я ел Канина Канина Вкусная Ну Типа Канина Канина Она Ну Она Правда Такая Ну Типа Она Обладает Сильным Таким Вкусом И Некоторые Типа Не любят Ни баранину Ни Канину Потому Что Типа Сильный Вкус А мне Наоборот По кайфу Мне нравится Баранина И Канина Хрустящее Мясо Лучшее Да Ты Про Что Про То Что Зажарено В Драбадан Или Джерки Джерки Я тоже Все Люблю Очень Сильно Мне Мне Оленина По-разному Заходит И бывает Оленина Очень вкусная А бывает Оленина Просто Такая Просто Какая-то Фиговенькая Короче Все Что Любое Мясо Которое С сильным Вкусом Готовить Надо Уметь Это Тебе Не Стейк Который Кинул На сковородку Пожарил С двух Сторон До Медиум Рэра И он Будет Восхитительный Всегда Это Надо Уметь Делать Но Если Умеешь Делать Конкуренция Легчайшая Все Боя Круто Ладно Мы Отвлеклись Пойдемте Читать Кевин Я Захожу Ох Как Грустно Что Ты Рисуешь Могу Я Взглянуть Смотрит За Рисунками Между Прочем Отлично Получается О Неплохо У тебя Талант Это Билли Бэт Что Ты Рисуешь Твои Родители Видели Этот Рисунок Не Не стоит Тебе Рисовать Подобные Вещи Что Же Ты Рисуешь Сейчас Это М Это Ниндзя И Свиток Билли Бэт Через Маленького Мальчика Устанавливает Связь С Кевином Вернется Леон На родину Где Его Ожидают Столь Неприятные Воспоминания Билли Это Он Мне Сказал Если Ты Не Собираешься В Японию Пусть Едет Этот Малыш Шантаж Шантаж Ребенком Я считаю Блин Люди Которые Проживают До 95 Меня Удивляют Как Они Это Делают Сусулито Сусулито Я Бо Тебя Съел В Голодный Год Если Я Съем Тебя Я Проживу До 95 Если Я Проживу До 95 Тебя Съем Я Тебя Обязательно Скушаю Ты Моя Сладкая Собака Будешь Вкусная Мой Билет Долголетие Скушаю Тебя Как Пить Дать Сразу Тебя За Жопку Кушу Еще Даже Не Поджарю Ты Еще Живой Будешь Я За Жопку Кушу Где Моя Собака Ты Моя Собака Такая Ты Такая Собака Ладно Не буду Тебя Кушать Думаю Они В молодости Не сидели За компом 24 на 7 Знаешь Честно Тебе Скажу Что Я Конечно Понимаю Что Да Сидячий Образ Жизни Би Би Ме Ме Но Вся Эта Херня Это Чел Ходит В шахту Сраная Кирка Сраный Спертый Воздух Сраная Взвесь В воздухе Я Лучше Посижу На своей Попке На которой Развивается Геморрой Размером С кулак У себя В хатке Постримлю Чем Идти Нахер В шахту Потому что В шахте Я умер бы Уже к ужину Не да Не как С башпармаком С бульоном С чаем С жиром Да Уже к обеду К ужину Всего лишь Но все равно Сдох Да вообще Что за фигня Вы че Серьезно Идите Нахер А теперь Возвращаемся К теме Нашего выпуска Вчера Репортер Далласской Газеты Геральт Таймс Мистер Джим Кейси Был найден Мертвым У себя Дома Мистер Кейси Работал Над делом Об убийстве Кеннеди Освальд Руди Кейси Выстраивается Ряд Таинственных Смертей Будет ли Следующей Джеки Момоти О-ой А почему Джеки Почему А Джеки Просто думает Что за ней После Освальда Придут Кейси Кейси Вместе Детективом Томом Говардом И Биллом Хантером Репортером Газеты Пресс Телеграм Из Лонг Бич Осматривал Картиру Джека Руби Человека Застрелившего Алии Харви Освальда Главного Подозреваемого В убийстве Кеннеди Глава 63 Совпадение Во время Осмотра Они что-то Обнаружили Кейси Писал Книгу Об убийстве Президента Кроме Того Полицейские Эксперты Определили Что смерть Кейси Наступила Из-за Прелома Шеи А именно После Рубящего Удара Карате Удар Карате Папашка Папашка Овнит Не пугай Меня так Папа Я решил Было Что убийца Рико Рикки Додзан Но его Самого В прошлом Грохнули Гангстеры В Токио Рико Додзан Профессиональный Борец Выступавший Последние годы Настоящее имя Митсухиро Момото Ну раз Журналистов Убили ударом Карате То как Пить дать Тут замешан Какой-то Японец Охренеть Просто Охренеть В кармане Жертвы Нашли В кармане Нашли Бумажник С долларами Сто процентов Замешан Американец Сука Что с тобой Ничего Выходит Он уже Тринадцатый Что С тех пор Как убили Президента Кеннеди Погибли Освальд Джек Рубити Парни Из ФБР И Сыру Оооо Кстати Вот это Очень интересная Инфа По таким Косвенным данным Можно понять Насколько Всякого Говна Происходило Если После убийства Кеннеди Поумирало Огромное Количество Связанных С этим Делом Людей Аномальный Скачок То тут Уже Тут уже Понятно Кстати Вы слыхали Там вышло Исследование Неплохое Которое Говорит о том Что китайская Экономика Не такая Хорошая Как многие Говорят Очень интересное Исследование Советую Поглядеть В общей сложности Уже 13 человек Которые Были Либо Важными Свидетелями Либо Как-то Причастны К делу Об убийстве Погибли Загадочным Образом Шать Шать Джекки Чего Ты в последнее Время Прогуливаешь Школу Нет Не прогуливаю Врешь Ведь Твоя мама Сказала Что ты Днем В своей Комнате Сидишь Так Ведь Не страшно На улицу Выходить Почему Но ты Ведь помнишь Как я в Техас Ездила Помню Ты ездила В Алама По учебе Или для Каких-то Исследований Да как раз В то время И убили Президента Кеннеди Ну и Что с того Как это Что Ты же Сам Сказал Люди Причастны К этому Делу И важные Свидетели Мрут Как Мухи Ну а Ты Каким Боком К важным Свидетелям Относишься Да Никак Но я Просто Веду К тому Что Что Любой Кто Во время Убийства Находился В Техасе Сейчас В опасности И если Ты потратила Столько Время Чтобы Придумать Отмазку То Могла Б хоть Географию Выучить От Алама До Далласа 300 миль Так что Нечего Волноваться Ладно Ладно Забудь Что я Сказала Так Может Все-таки Объяснишь Почему Колледж Забросило Если Тебе Не Нравится Учиться Тогда Уходи Из школы Вовсе И устраивайся На работу Нет Нет Я Люблю Учиться Вот Молодцы Ты Чего Переполошилась Я Люблю Учиться Но Только Не Здесь А Где Ж Не Хочу Учиться Не в Такой Опасной Стране Как А А Например В Японии Да Я Все Обдумал И Решила Что Должна Узнать Про Японию Побольше Хочу Заниматься Такой Работой Которая Свяжет Америку С Японией Понятно Вот Теперь Ты Заговорила Как Взрослая Мы Клан Момоти Воины И имеем Длинную Прославленную Семейную Историю Япония Наша Родина Исучать Японскую Культуру Японскую Душу Для нас Очень Важно А Важнее Всего Для Нашего Клана Изучить Путь Война Но Но У клана Момоти Нет Столько Денег Чтобы Отвратить Тебе Учиться За Границу Ну Да Точно Отрезвляющая Реальность Подрастающее Поколение Клана Момоти Да Свободная Касса Клан Момоти Кстати Пап Да Я собрала Все золотые крышечки От бутылок Голден колы А пресс Как раз Поездка В Японию Да Ты не в жизни Ее не выиграешь Так что Давай Одевайся Быстрее Иду в школу Ладно Ладно Да 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 тут все Выглядят Подозрительными Я Никому Не могу Рассказать Что было Знакомо Сосфальдом Наверное Я до сих пор Живаю Лишь потому Что держу Рот На замке А если Расскажу Отцу То и его Жизнь Будет В опасности Давно Не виделись Джеки Ты чего Ничего Нормально Все Тебя Долго Не было Джеки Так что Ты наверное Не заглядывал На доску Объявления Тебя там Разыскивают Разыскивают Да Профессор Восточной Религии Маккорпик Давненько Конечно Я давал Тебе задания Но Ты так И не передала Мне законченного Отчета Да Ты меня подвела А значит До занятия Я тебя допустить Не могу Да Но я Заинтересовался Тем что Ты сказала А что Я такого Сказала И я Очень удивился Помнишь Что ты сказала О первом ученике Отца Ксавьера Едзиру Да Ты сказала Что он был Ниндзей Из провинции Ига Ну да Так вот Все здесь Все здесь Про Идзира Написано В истории Провинции Ига О Откуда Ты про это Узнала В этой книге Есть история Ниндзя По имени Идзира Который Предал Игу Вполне возможно Что это Один и тот же Человек Откуда Ты о нем узнала Эээ Ну Знаете Много чего Случилось В общем Напиши об этом А? Отправляйся в Японию Мисс Момоти И проведи там Исследование Исследование? Пока ты будешь В Японии Я разрешу тебе Ходить на лекции А что? А как? Ну как? Как она будет Ходить на лекции? Она будет в Японии Заниматься исследованием? Кто-нибудь Помогите мне Что? Что? Что он говорит? Здорово Как человек Изучающий историю Много лет Я уверен в одном Есть люди Которых избрала Сама история А? Твоя судьба Вести расследование Ух ты Вы начинаете говорить Прямо как Бет Кто? Кто? Да так Никто, сэр Сэр Дорогу в Исфиллич Ремонтируй Так что я поеду Окружным путем О, это Это этот По-моему, да? Да Конечно Как будет удобнее Водитель Вам нравится Билли Бет? О, вы заметили Этот малыш Показывает мне дорогу Показывает дорогу? Да Говорит В какую сторону Ехать Когда я заблудился Ха-ха-ха Как интересно Но мне больше нравится Старый Билли Бет Вы о нем знаете, сэр? Человека Создавшего Популярного Ныне Билли Зовут Чак Калкин Но Оригинального Персонажа Создал Кевин Ямагата Американец Японского Происхождения Как и я А, это он Говорит Простите Это Актаксист Говорит О, значит Вы Американец Японского Происхождения Рэнди Момоти Водитель Да А моя фамилия Момоти Несмотря на внешность Я происхожу Из древнего Самурайского Рода С богатой историей Есть даже Легенда Что мои предки Повелевали Ниндзя Вот как Ниндзя А вы в Японии То были водитель Я американец Во втором поколении Так что ни разу не был Я слыхал Что Голден Кола Проводит конкурс С главным призом В котором будет Поездка в Японию Ага Я в нём и участвую Но вряд ли Мне улыбнётся Удача А в Японии Есть могила Ваших предков Которую Вы могли бы посетить Могила Должна быть Только вот В нашей семье Из поколения в поколение Передаётся история Что один из моих предков Где-то спрятал Свиток Или что-то в этом роде Свиток Да Это такой Древний японский документ Который Вот так вот Скручен в спираль Так что там С этим свитком Ну Это нелепая Старая легенда Говорят Что тот Кто обладает Этим свитком Управляет миром Меня зовут Момати Сандаю Где ты спрятал свиток Летучая мышь Куда-то Переправляет людей Он там Где люди Ещё не родились И будет там Даже после того Как они погибнут Он всегда Насмехается Над людской глупостью Хватит с меня Этой чуши И тень батки Звучит Как Заправдочная Семейная легенда Да Ниндзя Выкрадывали свиток Друг у друга Снова И снова Ха Очень интересная история О Шеф Можно я здесь выйду Конечно Вам и впрямь Нужно съездить в Японию Хе-хе Ну да Передавайте от меня Привет дочери Хорошо Обязательно Хм Едет такой задумался Хм Привет дочери А я ему разве Рассказывал Про дочку Билли Я упоминал Про нем Джеки О Джеки Пам 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 Рисовка знакомая Это от автора Мальчишек 20 века Понятия не имею Но мы первое Произведение От этого автора Читаем Джеки Просыпайся Джеки А Ну чего Мы выиграли Соната Илья Что же произойдет С Джеки И ее отцом Отправившимся В Японию Во время Олимпийских игр И как с ней Связаны их судьбы Ага Я выиграл Поездку в Японию От Голден Колы Рекламная акция Поздравляем Сертификат победителя Так Хорошо Пойду-ка я Так На радостях Пойду Подержу Закок Хорошо Ой Бой-бой-бой-бой Вот Продолжение следует... Продолжение следует...